Итак, друзья, всем доброго времени суток, всех привет в нашем канале Криптозомби. Друзья, это не просто жирная тема, это максимально жирная тема, которая 100% гарантирован насыпет очень и очень неплохо. Друзья, речь пойдет о новой бирже в сети Соланов, которую инвестировали 18 миллионов долларов, оценка компаний 120 миллионов долларов. И что более того важно, здесь будет гарантированная раздача. В общем, друзья, полностью поэтапно, каждый шаг покажу и расскажу, что нам нужно сделать, чтобы получить данный дроп. Более того, сразу хочу и могу сказать, что максимально просто. Также, что более того, без рисков нам не нужно делать ставки, лонг, шорт и плечи. Вся торговля будет на споте. Купил, продал, купил, продал. В общем, друзья, сколько можно заработать, как это сделать, какой объем лучше всего придется нам накрутить и сколько на это все придется потратить, обо всем подробно расскажу и покажу. Поехали. Друзья, перед началом видеоролика я бы хотел у вас спросить. Вы хотите действительно начать зарабатывать и разбираться в криптоинвестициях? Если ваш ответ да, то максимально настойчиво рекомендую вам перейти в телеграм-канал по ссылке в описании. Там вы найдете всю самую важную, ценную и актуальную информацию. Для каждого есть выбор тематики, в которой можно начать зарабатывать. А самое главное, что вся информация абсолютно бесплатна. Перестаньте отдавать свои деньги инфо-цыганам, скамерам и мошенникам. Начинайте учиться, развиваться и зарабатывать прямо сейчас. Ссылка в описании под видео. И, друзья, у нас на обзоре биржа БакПак. В общем, как я уже и сказал, это биржа в сети Солана и абсолютно новый продукт. Не так давно SEO-проект написал в Твиттере, где дал понять, что будет ретро-дроп. И первый снэпшот по данной теме будет ровно через 7 дней. То есть у нас есть неделя для того, чтобы попасть под первый снэпшот. А первый снэпшот всегда самый важный. В общем, друзья, что нам нужно делать? Я покажу каждый шаг по этапу. По сути, здесь ничего сложного нет. В общем, поехали. Первый, переходим по ссылке в описании. И я прямо сейчас с вами также буду регистрироваться, чтобы прям все было понятно. В общем, друзья, сделал новую страничку. И давайте, значит, нам нужно сюда вкидываем почту. Есть у меня почта на такие случаи. Значит, первый шаг, что нам делаем. Мы вставляем почту. Раз, создаем пароль. Пускай это будет вот такой пароль. Нажимаем принять и нажимаем. Что там, что? Циферка, да? Вот так. Не сохранять. Значит, проходим вот такую интересную капшу. Ни хрена себе. Проходим вот такую верифию. Естественно, значит, проверяем почту. Проверяем почту. Подтверждаем нашу почту. Друзья, здесь будет небольшой важный момент, о котором я точно так же вам покажу, расскажу. Но это огромный будет плюс, скорее, чем минус. Значит, друзья, важный момент нам необходимо будет. Я не знаю, давайте откроем еще раз. Я попробую здесь выбить меня вот этот момент. Или не выбит. Или буду делать с той странички. Хорошо. Так, значит, нам нужно будет, ребята, пройти QIC. Но сразу хочу сказать, это огромный плюс. Это первое. И второе, не пугайтесь, QIC максимально простой и проходится без преувеличения за 2 минуты. В общем, поехали, поэтапно буду показывать. Значит, выбираем страну. Ну, у меня это Беларусь. Вы выбирайте свою страну. Окей. First name, last name. Сюда вводим реальные наши паспортные данные. Ну, имя, фамилия. Больше ничего не надо. Дата рождения, естественно. Смотрите, здесь адрес, регион, сити, zip, postal code. Я ввел просто Минск, Минск, Минск. Все. Не всякая там улица, страна, Беларусь. Нет. Просто я ввел Минск, Минск, Минск. У меня все прошло. Далее, здесь выбираем просто там. Ну, вот я не помню даже, что я там нажимал. Давайте переведем на русский. Продажа недвижения, доход от бизнеса. Чем вы, да, получается, на чем вы зарабатываете, да. Да, источник средств. Выбираем, ну, там, не знаю, доход от бизнеса. Политика зарелась неплохо, кстати, да. Статус занятости, трудоустроен. Все, выбираем. Вы гражданин США? Нет. Нажимаем следующий. И потом нам просто нужно будет сфоткать наш паспорт с двух сторон. С одной, да, вот эта главная страничка. И по телефону про Тики Воси. Друзья, еще раз повторяю, на все, про все. Вот на вот это и на регистрацию, в том числе подтверждение нашего Ки Воси, ну, максимум две минуты. Ну, тут серьезно говорю, без преувеличения. То есть, ничего сложного нет. И это огромный-огромный плюс. И я думаю, вы понимаете, почему это плюс. Окей, мы прошли регистрацию. Все, значит, первое. Перешли по ссылке, зарегистрировались и прошли регистрацию. Сделали? Сделали. Идем дальше. Теперь уже переходим на саму биржу. Ну и, друзья, здесь я сейчас проведу вам краткий гайд по данной бирже. Покажу, что нужно сделать для того, чтобы нагонять наш объем. Значит, первое. Мы попадаем на главную страничку. И, как видите, у нас есть токены, которые в сети Solana. Tether, Solana, Bonk, Python, Jupiter, естественно. И нам нужно будет торговать. Торговать мы сможем двумя способами. Либо это лимитный ордер, либо это маркет ордер. Если вы не понимаете разницу, я вам сейчас это объясню. Пока просто проходимся по сайту. Также у нас есть вкладка Drop. Приглашай, зарабатывай. Торгуй, зарабатывай. И торгуй, Bonk и зарабатывай. Bonk это в сети монета. Ну, мем-токен в сети Solana, кто не знает. Я думаю, что об этом я еще позже скажу. Но это важный момент. В общем, далее у нас есть вкладка Deposit. То есть, где мы сможем делать депозит на данную биржу для того, чтобы торговать. Значит, здесь мы выбираем монету, которую хотим сделать. И делаем депозит. Далее, кнопочка WinDrow. Ну, здесь, я думаю, понятно. Для того, чтобы деньги с данной биржи нам вывести на любую другую биржу. Какую-либо основную, где мы постоянно храним деньги. Либо на наш просто кошелек Phantom. Ну, и так далее. С этим, я думаю, понятно. Далее, соответственно, наш кошелек. Наше портфолио. И наш баланс. Ну, то есть, как видите, у меня уже есть здесь небольшой баланс. Здесь, опять же, все наше. Видно, да, какая монета. Bonk. Сколько у нас в этой монете. Депозит. Добавить. Конвертировать. В общем, ну, по сути, классическое. Более того. Причем, максимально просто. То есть, вообще, прям для новичка. Это просто лучшее, что может быть. По сравнению с трудной, там, условной биржей. Это просто идеально. Ну, и далее наше окошко. Там наш аккаунт. В общем, здесь ничего сложного нет. Ну, и теперь давайте перейдем к пополнению, соответственно. И будем торговать. Значит, как нам пополнить. Нажимаем кнопку депозит. Далее выбираем монету, в которой хотим сделать депозит. Я рекомендую делать в сети, ну, то есть, в монете Солана. Либо можете сделать, к примеру, там, USDC тоже в сети Солана. Либо Тезер в сети Солана. Абсолютно не важно. К примеру, нам надо сделать в сети, ну, будем депать просто монету Sol. Нажимаем монету Sol. И здесь у нас выбивают адрес кошелька, на который нам нужно делать депозит. Соответственно, откуда мы будем сюда делать депозит? Либо это будет с биржи. Здесь, я думаю, тоже ничего сложного не будет у вас, да. Покупаете Солану, нажимаете кнопку вывести. Вставляете адрес вот этого кошелька, который вам показалось здесь. И выводите на данный кошелек свои токены. Либо же это просто сделаете с кошелька Фантом. Откуда удобнее, где у вас Солана хранится. Оттуда и выводим. Сделали? Сделали. Хорошо. Теперь, как видите, деньги приходят тоже буквально там минута-две максимум. Ну, то есть, максимально быстро. Есть, к примеру, вот я сейчас просто вам показываю. Потому что сейчас у меня на два аккаунта Bybit раскинута в IDO. В общем, есть у нас деньги. Соответственно, дальше, что нам нужно делать, это просто брать и торговать на споте. Значит, как мы будем это делать? Нажимаем кнопку трейд. И здесь есть лимитный ордер и есть маркет ордер. Если вы не понимаете, в чем отличие, я объясню. Лимитный ордер, это вот смотрите, в данный момент, к примеру, мы будем торговать пару USDC Солана, к примеру. То есть, смотрите, в данный момент одна Солана стоит 144 доллара. Вы не хотите, нажимаем Sell, да? Нет, нажимаем Buy, мы будем покупать все правильно. Вы не хотите брать по цене в там 144 доллара. Вам кажется, это дорогое. Ну да, то есть, немного дорого. И вы думаете, что, ну, дойдет там до 142, и вот тогда можно будет брать. Вы выставляете лимитный ордер, и когда цена дойдет USDC, да, то есть, Солана упадет до 142, он, ордер, сработает. Все. Если вы выбираем, мы выбираем маркет ордер, да, то просто вот сколько мы сейчас поставим, к примеру, так, стоп, не то, да, получается, немного как-то по-другому получается, да, вот так. Sell, USDC, вот так. А, да, все, Солану просто продаем, все логично, да, и покупаем ее USDC. Соответственно, еще раз, продаем Солану, выставляем сколько нам нужно, к примеру, максимум, да, то есть, вот мы ставим 0.05 Соланы, и просто вот как мы нажали, так ордер и сработает. Давайте я просто сделаю, чтобы вы понимали, потому что я неудачно заговорился, вроде все понятно, но все-таки. Выставляем наш весь ордер и нажимаем кнопку Sell. Ордер сработал, ордер сработал. Соответственно, мой баланс, открываем, где наш кошелек. У меня уже, как видите, не Солана, соответственно, а USDC. Возвращаемся обратно, теперь будем, открываем кнопку Market, теперь будем продавать наш USDC и покупать Солану. Нажимаем кнопочку Max, к примеру, нажимаем Buy. Ордер сработал, ордер сработал. Значит, друзья, вот таким образом мы просто нагоняем объем. Вот в этой кладке у нас появится этот объем, когда мы сделаем там какое-то количество. Значит, еще раз повторяюсь. Если у вас, ну то есть смотрите, если вы считаете, что вы умеете торговать и вы хотите просто поиграться, вы можете поставить там лимитные ордера для того, чтобы выйти даже в какой-то плюс. Если нет, то просто берете по маркету и торгуете. Я не буду дрочиться с этой штукой, я буду торговать по маркету. Значит, теперь касаемо сколько нужно сделать объем, да, сколько нужно депать и сколько стоит отдать комиссию. Значит, смотрите, друзья, я когда через два дня закончится мое IDO, я сюда депну, ну короче, думаю, там 500-1к депну. И объем минимальный, что я рекомендую делать, это 10 тысяч, это минимальный объем. Комиссия за одну тысячу объема приблизительно 1 доллар, если вы торгуете по маркету. То есть, если вы не ставите лимитку, а торгуете по маркету, 1 доллар за тысячу объема. Соответственно, если вы сделаете объем 10 тысяч, к примеру, если вы депнете 1000 долларов сюда, это вам нужно будет 5 раз купить, 5 раз продать. Правильно? Правильно. Итого будет 10 тысяч долларов объем. Поэтому, если вы сделаете 10 тысяч, то вам придется отдать за комиссию где-то 10 долларов. Но если вы считаете, что вы там, ну, хотите посидеть поторговать, выйти в плюс, то да, по сути, вы можете еще наторговать себе и в плюс. Я не буду сидеть там заморачиваться вот этим. Нет, я просто загоню 1 бакса в 20-30 на комсу и буду делать объем. Касаемо объема, сколько нужно сделать и сколько заплатят. Есть мысли такие, что, к примеру, там, за 10 тысяч объема дадут, к примеру, дроп там 100-200 долларов. Соответственно, если мы потратим 10 долларов, да, ну, можно меньше потратить, максимум 10 долларов где-то уйдет, то получим 100-200 долларов. Я не знаю, насколько это правда, но факт в том, что проект топовый, в проекте есть бабки и он точно насыпет. Я лично буду, планирую делать хотя бы сотку, 100 тысяч объема, не меньше. Ну, я реально, ну, не вижу меньше особо делать смысла. Вам же, еще раз повторюсь, вы можете сюда депнуть даже 10 баксов, вот как я сейчас просто для примера депнул и показал, и погонять там, ну, нагнать хотя бы какую, ну, там, косарь хотя бы какой. Но я буду делать, ну, я думаю, минимум 100 тысяч объема. Ну, придется отдать за это 100 долларов. Ну, на самом деле, для подобного проекта это небольшие деньги. По сути, друзья, это и все. К примеру, идем дальше. Вы отторговали, ты купил, подал, продал, купил, купил, продал. Все, значит, объем у нас есть. Давайте обновим, может, уже вот здесь должен показаться объем. У меня пока он не загружается. А вот он, а нет, не загружается. А вот есть он, ваш объем. Все, вот, 7 долларов, вон, видите, есть объем. То есть вот здесь и будет показывать. И вот здесь будут наши реварды, потом покажут наши поинты. Есть наш объем. К примеру, торговались, нажимаем кнопочку Виндру, выбираем монету, которая у нас есть, к примеру. Нажимаем сеть, которую мы будем выводить, сеть, естественно, Солана. Вставляем адрес нашего кошелька, условно, того же Фантома, либо на бирже, да, там, нажимаем внести, внести криптовалюту. Показываю, да, то есть, ну, я думаю, что с этим проблем нету, ну, мало ли. Нажимаем Сол. Неважно, да, то есть вы сюда можете и СДЦ, да, то есть внести там. Главное, чтобы сеть Сол, потому что кошелек Сол, ну, один будет кошелек Сол. Нажимаете копировать, возвращаете сюда, нажимаете вставить и выводите свои средства. Все, друзья. На этом, в принципе, и все. Раздача, по факту, ну, реально, максимально простая. Ну, проще даже не придумаешь, ну, вот реально. Касаемо объема, сколько вам крутить, еще раз повторю, решайте сами. Я планирую хотя бы 100к, ну, 50к, я не знаю, 50-100к. А дать 50-100 долларов за торговлю, ну, нормально, для меня подъемно. Вы смотрите сами по своему карману. Но то, что пропускать, это я не рекомендую, 100%. Ну, и теперь давайте подытожим и пройдемся за плюсы и минусы делать или не делать данный проект. Значит, первое, что для меня важный плюс, здесь есть QIC. И это плюс. Абузить смысла нет. Да и здесь реально нет даже смысла абузить, даже если бы тут и не было QIC. Потому что чем больше просто объем на вашем одном аккаунте, тем больше вы получите дроп. Но все-таки QIC еще дает немножко больше безопасности. Второе, это, естественно, здесь очень и очень неплохие инвестиции. Я бы сказал, хорошие инвестиции. Третье, это хайп, огромный хайп, друзья. И может насыпать очень жирно. Из минуса, единственное, что я могу сказать из минуса, что тема довольно сильно зашилена. Но, опять же, многие просто скипнут в падлу. Многие зайдут, сделают там 100-200 тысяч долларов объема и тоже на этом забьют. И это очень и очень хорошо. Поэтому, еще раз вам повторяю, не пропускайте. Я вам серьезно говорю. Будет фома. Я вот только недавно, только сегодня написал, опять новая раздача была. Плюс 315. И это плюс к тем 500. И сейчас раздачи будут сыпать все жирнее и жирнее. Потому что рынок, ну, прямо очень сочный. Поэтому, друзья, в общем, делаем, выполняем. Если будут какие-то вопросы, если они все-таки будут, пишите в комментариях. Помогу, подскажу. Как бы не проблема. Я через 2 дня заканчиваю IDO. Ну, вот через 2 дня я сюда депну. Сделаю объем. Когда сделаю объем, я сделаю еще отдельный пост в Telegram канале. В общем, друзья, на этом у меня все. Надеюсь, видео было полезно. Всех обнял, приподнял. Всем профита. Всем спасибо. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал.